В Омске предлагают ликвидировать все комитеты территориального общественного самоуправления, а деньги, которые на них тратят бюджет, отправить на развитие транспорта. Эта идея принадлежит депутату от фракции КПРФ Ивану Ивченко. Сейчас омские КТОСы получают 88 миллионов в год. По мнению депутата, это слишком много. На каждую организацию, по его мнению, достаточно 10 тысяч в месяц, а председателя и вовсе нужно оставить без зарплаты. Фактически это будет изначать закрытие организации, радикальные меры. Остальные народные избранники поддержали частично. В итоге Гурсовет рассмотрит сокращение финансирования омских КТОСов наполовину, то есть до 44 миллионов рублей. Отмечу, что также сократили затраты на освещение деятельности мэрии в СМИ. Высвобожденные 150 миллионов потратят на благоустройство города. По поводу КТОСов есть много разных точек зрения. Кто-то их ругает, кто-то хвалит. Я могу сказать, что КТОСы работают по-разному все. Депутаты хотели бы совместно с органами территориально-общественного самоуправления, с КТОСами, сейчас поработать над изменением функционала. То есть как раз связано с более эффективной работой КТОСов и более результативной. Чтобы и население было довольное, и весь актив КТОСа был доволен.